короля ужасов представлять не надо каждая новая его книга праздник для фанатов в новом романе великого и ужасного главный герой снова подросток 12-летний мальчик по имени люк эллис который вместе с другими попал страшное закрытое заведение институт ученые работающие в институте сродни фашистским докторам из лагерей смерти по всему миру они крадут детей обладающих телекинезом или другими сверхспособностями и ставит над ними жестокие эксперименты чтобы овладеть тайнами природы сбежать из научной тюрьмы невозможно но люк все же решает попытаться применив свои скрытые таланты институт критики называют самой страшной работой кинга подчеркивая что удушливая атмосфера страха воссозданы здесь на высшем уровне если не боитесь то двери института открыты перед вами считать рекомендуется ночью в одиночестве название книги говорит само за себя и вполне применимо к тем кто родится после самоизоляции социологи как раз прогнозируют бум рождаемости после вынужденных длинных выходных и так мир недалекого будущего когда после странного метеоритного дождя прошедшего на нашей планете все человечество уснуло а проснулись живыми лишь дети до 17 лет среди них главный герой парень по имени сашка брошенные на произвол судьбы дети превращаются в злых и жестоких дикарей совсем как в знаменитом романе повелитель мух сашка пытается нести доброе и разумное маленьким бандитом а сталкивается с проблемой спасения собственной жизни да еще ко всему прочему у трупов взрослых начинают прорезаться клыки появляться признаки жизни читать книгу особенно интересно если держать в уме новости метеорите который приближается к земле уже сегодня первая книга дилогии увлекательная фантастическая головоломка в центре которой снова оказывается девушка подросток жанр детективный нуар пополам с мистикой и скандинавским фэнтези мама грейс непостижимым образом исчезла прямо из самолета на высоте 10 тысяч метров над землей у грейс нет ни отца не братьев и сестер но неожиданно появляется вивиан сестра матери готовая взять девочку к себе вот только почему она живет в уединенном доме в лесу и никогда не приглашает гостей зачем на окнах железные решетки в гардеробной гора красных туфелей куда тетка исчезает по ночам придется по душе всем любителям скандинавского фольклора и сказочных сюжетов не троллями едиными живы поклонники фантастических существ вампиры давно и прочно обосновались на верхушке книжных рейтингов и интерес к ним не ослабевает новый сборник с участием гуру американской фантастики нила геймана предлагает всем любителям кровососущих мрачных героев целых 19 оригинальных историй с участием вампиров жанры от комедии до ужаса от мелодрамы до триллера 19 потомков графа дракула ждут своих поклонников под одной обложкой перелистывая страницы которые главное не запачкаться в крови приятного аппетита в смысле прочтение еще одна не стареющая тема для любителей фантастики демона и борьба с ними в нашем грешном мире в книге марины аржиловской всего по чуть-чуть мистических сил враждебных человеку загадок древних церковных орденов и романтики главная героиня девушка элизабет переехавшая из россии в сша лиза ставшая теперь лизе готовилась к свадьбе со своим избранником из обеспеченной семьи как вдруг жених скоропостижно скончался при таинственных обстоятельствах решив во чтобы то ни стало разобраться в темных тайных семьи своего любимого лизе оказывается втянутой в череду леденящих кровь событий которые ведут ее к тайнам древнего ордена ватикана всем кто зачитывался именем розы или романами дэна брауна книга зайдет на ура кстати лизе хоть и блондинка оказывается не так проста и серых кардиналов католической церкви ждет большой сюрприз еще одна оригинальная антиутопия дело происходит в недалеком будущем теперь уже никому не стоит морочиться где и как найти свою вторую половинку достаточно сдать днк тест и вы узнаете имя своего идеального избранника впрочем такого лишь идеального пятеро героев книги решают найти любовь всей жизни прибегнув к помощи науки каждый из них видит того кого ему сулил днк текст и сначала думает что встретил свою мечту однако на поверку оказывается что генетическая совместимость еще не означает что вы подходите друг другу и по духовным параметрам часто за красивым лицом скрывается черная душа а игра в биологическую рулетку приводит к ужасающим результатам идеальное чтение для тех кто коротает самоизоляцию в одиночестве и мечтах о большой любви долгожданное продолжение серии по которой снят нашумевший сериал рассказ служанки читателей ждет встреча с двумя новыми героинями а также с хорошо знакомой теткой лидий которая откроется совсем с другой стороны также прилагаются захватывающий сюжет детально описанный мрачный мир будущего и прочее за что мы любим книги эдвуд и сериал по ним три абсолютно разные женщины объединятся чтобы противостоять антифеминистическому миру тотального патриархата и разумеется победят это не спойлер а уверенность в торжестве справедливости новый роман писателя и адвоката павла астахова рассказывает о тайном артефакте даре персидского волхва артабана иисусу орден власти тщательно хранился в укромном месте но потом исчез и охоту за ним начали все сильные миры сего ведь он дает своему обладателю не больше не меньше чем власть над миром по жанру роман балансирует на стыке исторического детектива мистики и фэнтези а головоломок в нем столько что хватит на весь период самоизоляции заглянуть за кулисы большой власти и политических интриг всегда любопытно а тайны древних артефактов были и остаются лакомым сюжетом для книг и фильмов кстати по роману планируется экранизация поэтому лучше заранее прочесть книгу чтобы потом с полным знанием дела обсуждать кино какая же подборка новинок фэнтези безотважной воительницы знакомьтесь мэгги хоски охотница на чудовище серии шестой мир вселенная в книге похоже на мир безумного макса и водного мира сразу в далеком будущем мир накрыла большая вода люди выживают как могут разбившись на кланы роковая красотка мэгги отправляется в опасное путешествие чтобы спасти маленькую девочку а дальше драки с плохими парнями борьба со злым колдовством и загадки древних легенд думаете работа в музее естествознания занятия скучно и спокойно и стабильная герои книги по имени били тоже так думал ходил себе пыль с экспонатов стирал до статейки строчил до тех пор пока из музея не пропал важный экспонат контейнер с формалином в котором покоился гигантский кальмар только вместо обычных полицейских били пришли агенты из павс отдела занимающегося преступлениями связанными с фундаментализмом и сектами и обрадовали его новостью что пропавший экспонат ключ кармагеддону а сам били на мушке у злодеев а дальше начинается такое что пересказать невозможно надо бежать и читать пока самоизоляция не закончилась